Своим имя Отца и Сына и Святого Духа. Православная Церковь сегодня отмечает преображение Господа и Бога нашего Иисуса Христа на горе Фаволи. Я ничего не хочу отрицать. Просто должны быть знания. Знания божественные, они не надмивают. Дело в том, что празднование, преображение сегодня не на своем месте. Представляем первых христиан, какие они были. Святые отцы сравнивают по житиям святым. Мы иногда просто карикатура. Они, написав на Деянии Апостолов, когда стали гнать в Иерусалиме, 8 глава, 4 стих Деяния Апостолов, рассеялись и ходили и благовествовали. Не прятались ни в скиты, ни в Красноярский край, в тайгу. Первая христианская церковь. Праздник один. Пасха не считалась праздника. Праздник праздников. Это во главе. Все было направлено на благовестие. Один праздник праздновался. Крещение. Господа нашего Иисуса Христа. И он назывался выходом на проповедь. На всемирную проповедь вышел нас Господь и ученики в день Пятидесятницы. Вот с чем связано все. А крещение вместе с Рождеством в один день праздновалось. Ну, он просто даже рассудить, когда мы слышим доводы. Говорят, что наводнение. Мы спрашиваем, где? Почему наводнение? Жара большая, в горах тают ледники, а гор рядом нет. Понятно? Сразу начинает человек задумываться. Так и здесь. Если было благовестие, а чего оно было? А то, что ничем больше не желали заниматься. Сегодня праздники какие? Пасха праздник праздников. Двенадцать праздников. Двунадесятые называются. Крещение. Преображение. Успение. Это все на равных. Я говорю, они равные? Равные. Почему же апостолы не делали их равными? Главной столицей православия был Второй Рим, Константинополь, где Стамбул. Там впервые отпраздновали. Через девятьсот лет. Понимаете? Это не девять дней, не девять лет. Первые сто лет христиане. Второй, третий. Гонения страшные. Умирают. Никакого преображения вообще не знают. И проповедей нет. Вот мы должны для себя положить. Если что-то не так, то начать сегодня делать по-другому. Мы не можем сослаться. Вот до нас были люди, они жили. А мой отец так-то, моя мама, бабушка так верили. Это здесь. Ян Затавус говорит, что иудеи будут ссылаться на Моисея. А вот Моисей сказал, а он покажет им в пятнадцатом, семнадцатом Торзаконе. Среди вас восставит Господь пророка, как меня. Его слушайте. Его. Уже не меня, Моисей, а его. А кто это? Он. Господь. Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Вот в чем преображение. В этот день ничего не случилось. Ученики не стали лучше. Там бесноватые никто не может излечить. Ученики, бывшие на горе, приближенные трое, и те, которые не были, и народ, они все были одинаковые. Они не знали ничего. И написано, что сказали, построим три кущи, ибо не знали, что сказать. Они не знали, что говорили. Вообще никакого значения. Но это было начало монастырской жизни. Три кущи, или и Моисея, ну и Господу Иисусу Христу. А мы трое прислуживать будем. Все по земному устройству. Господь что, принял это? Да, конечно, нет. Мы не должны забывать, что в 1054 году христианская церковь разделилась на два крыла. Восточная и западная. Восточная – это католицизм. Их в десять с лишним раз больше, чем православных. Ни в два, ни в три. В десять. И они первый раз отпраздновали преображение. Вам цифру эту, может быть, и не удастся больше слышать. В 1457 году. Полторы тысячи лет ни один человек на Западе не праздновал. На Востоке. На Восток-то еще в России даже и не принято христианству, как должно. Так только 3-4 года. Никто не знал про этот праздник. Двунадесятые праздники. Теперь праздники в кругу. Праздники в полукружье и отдельных крестикам. То есть их разграничили. Празднуют каждый день. И как празднуют? Первое сейчас – вынос креста. Креста медовый спас. И нам звонят, у вас мед-то есть на столе? Мед. Сегодня яблочный спас. А уже успение будет. Ореховый спас. Желудочная вера. Кухонная. И об этом не кто-то говорит. А Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря. Наш сегодняшний игумен. Московского патриархата. У нас, говорит, птичий язык. Спас один, только как пятница. Кровавая пятница. Кровавая пятница. Кровавый спас. Спас на горе. Спаситель. Нет этого. Люди не знают сегодня. Все только паста что? Все знают яйца и куличи. Спрашиваешь, а о Христе ничего не знают. О Преображении, тем более, там, про Петр Преображенский, он тоже ничего не знает. Как же быть-то? А вот для чего все это было сделано, теперь понятно. Ничего не было. На пустоту это и шло. У первых христиан не было этого. Потому что они были заняты проповедью. А это важно. У нас под боком все время шевелятся два миллиарда мусульман. С кинжалами, с ятагами. И встретятся только на полях сражения. А если бы благовествовали, а они сразу пошли на проповедь. С мечом. Ты или принимаешь мусульманство, или голова долой. Деваться некуда. И увидели, как много там хорошего. Как они берегут женщин. Как о них заботятся по сегодняшний день. Так вот это все могли быть православные. Вот они дошли, докуда православные, то и остановились в Греции. А почему они не пошли сюда, где Узбекистан, Таджикистан, Татарстан? Почему? Все это мусульмане. А они, их руководитель, Мухаммад, я стараюсь не произносить эти имена, но скажу. Умер в 632 году. Это шесть столетий. Ни одного проповедника не послали в это место. Ни одного Кирилла и нефодия. Нам что, это все равно? Мы должны это узнать, захотеться, заплакать и сказать, Господи, дай нам хоть здесь-то поправиться. А кресло рядом деревни-то, что узнали только от нас. Баптисты поехали, они спрашивают, вы есть потеряевки? К нам приезжали где? Нас Бог подвигнул. Так мы это узнали, откуда? У меня начало так протестантизму склоняется. Я там услышал это первый раз. Я говорю о преображении. О преображении, которое можно сегодня сказать. И мы желаем преобразиться. Об этом теснопения даже нет. А где на горе Фавор? Об этом слова нет в Библии, что на горе Фавор. А где тогда? А с чего взяли? Никто не знает с чего. Понравилось и взяли. Но есть люди, называются исследователи. Они копаются, достают, смотрят, сравнивают, облучают, в каком году, что это было. На Фавор Христос практически не мог пойти. Почему? Молитва требует уединения. Почему это не в комнате случилось где-то? Соседи, кто-то стучится. Можно подумать, и соседи комнаты вышли Моисея, или от этой, может, и не Моисей. Это гора Фавор, пустынно, так поняли. И вдруг являются. Но они, когда очнулись, увидели, светло сиял. А теперь раскопки показали, на горе Фавора не могло быть. Там была мощная римская крепость. Еще бы ради Господь пошел к врагам Отечества, и там какое-то преображение. Там крепость была. Сегодня раскопки показали. А когда исследуют люди, вот путешествие апостола Павла, он говорит, были там-то, на острове Мелит, дальше пришли до гостиниц. И прощерчивает, видно, первое путешествие, второе. Господь в это время шел как раз в другом направлении, согласно Евангелии. Он не горе по гору шел в другую сторону. Я ни за что здесь не сцепляюсь. Просто говорю, что мы должны быть очень внимательны. Жить с открытым оком. И смотреть во свете Библии. Нам преображение сегодня преподается в пище. Кухонное христианство и птичий щепет. Еще раз ссылаюсь на Петра Мещеринова. Это очень известный человек. Он написал книгу об этом, обо всем. Какое горе. Вот ходит ко мне, говорит, юноша. Я вижу его любовь к Богу. И вдруг долго его нет. Я его встречал в городе, в Москве. Я говорю, что ты, Сережа, не ходишь? В храме тебя не видно. Отец Петр, а я ушел к баптистам. А почему? Я ходил по всем храмам, чтобы узнать о Христе. И нигде ничего нету. Нигде, в Москве. А тут хоть что-то договорят. Ян Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, поп, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. За каждую душу умер Христос. Вот когда мы этим проникнемся, вот отсюда и теперь будет преображение. А они о чем рассуждали? Как их узнали? Они говорили об исходе. Об исходе, то есть о смерти. Почему? Моисей приносил жертву. У нас в Пасхе вообще ничего не значит. Христос воскрес. Больше ничего нет, не сказали. Татарин идет, русский решил поздравить. Христос воскрес. Он говорит, ай, Христос, молодца. Все. А если бы дальше это было? Да рассказали, что из Египта выходили. Из страшного рабства, где детей и мальчиков всех убивали. А это Пасха, вывод нас из грешной жизни к святости, в Царство Небесное, к любви Божией. Там, где Божья Матерь Богородица пребывает, где молится за нас грешник. Сегодняшний день преображения должен еще раз подтолкнуть нас к рассуждению и о мировой истории. Все движется к концу. А преображения-то фактически никакого нет. То, что я сейчас говорю, я ни у святых отцов не считал, ни у Златоуста, ни у кого этого нет. Как будто никто не видел. Почему? Они рядом стояли с тем, когда было по-другому. Еще ни праздника этого не было, ничего. Но Ян Златоуст говорит, если ты вернулся из храма и ничего не научился, ты на праздном дворе Божьем топтал. А проповеди нет. Проповедь – это благовестие. Вера не от того, чтобы в храм ходил, и что у тебя вместо растительного масла будет там рыба на столе. Нет. Вера от слышания. Пять органов чувств. 80, почти 7 процентов человек принимает через зрение. А вера не от зрения. Так это чудо было. Да, чудо. И дальше Павел говорит уже, иудеи требуют чудес. На чудесах сатана поставит свой престол в Иерусалиме. Елены ищут мудрости, а мы, вопреки этого и этого, проповедуем Христа распятого. Вопреки всем праздникам мы проповедуем Христа распятого. Это иудеям нужно. Это и все интересно связано с чем-то. Вот мы знаем крещение главное. И опять – это мой Сын возлюбленный. Его слушайте. Его. Не то, что напишут монахи спустя 1457 лет. Там никто не был в тех временах. Одно. Главное. Христос уходит из этой земли. Каким образом видит в меня, говорит, поднимающийся, таким образом придет на облаках. Последнее вот, что он сказал. Вот у нас над дверями. И сказал он. Идите по всему миру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Теперь поставим вопрос себе. Когда я проповедовал Евангелие, да при том всей тварию? А когда проповедовал, не плел ли что попало? Говорил ли я только о Христе? О вере святой православной напомни. А люди понимают сегодня, все зло от православия идет. И в интернете, и везде говорят. Такого нет нигде, чтобы так было. У меня вчера только священник. Ну, обыкновенный вроде священник. И я ему, что другим посылаю ему. Он сразу же отрезал. Больше не присылай мне. Это все сектантское, что там говорите. Для меня самый плохой православный ближе, Чем то, что вы проповедуете про стецантизм. То есть проповедь. Я ролик сейчас готовлю специально против вас. Я написал тогда близким. Я говорю, вот такое дело. Да это злой поп-пленок. Так ни один, ни два, ни три. На этом стоит. Друг друга буквально уничтожают. А если бы проповедовали, говорит, а тогда бы было некогда. Интересно. Это проповедников, как поставил на свое место Андрей Кураев. И говорит, проповедуем вот Евангелие всей твари. И пока всем не будет проповедована, не придет Христос. А где проповедуют-то? Да Христос не придет, второго пришедшего не будет. А сектанты проповедуют, как они еретики. Да, конечно, они правильно проповедуют. Павел говорит, как бы ни проповедовали, я и тому радуюсь. Прежде чем кого-то остановить, до конца выслушай внимательно, обдумай. Помолись раз за другой. И скажи, Господи, наполни мои уста благодатью. Сказать о преображении, в котором нуждается Россия. Вы думаете, случайно, что преображение, преображение. А его празднуются в разное время. У Гриана армян где-то в июне, там с 5 июня, целая неделя как пасхальная. У католиков другое. У православных, старообрядцев православных, новообрядцев одинаково везде. Празднование, Иоанн Златоуст говорит святому, это подражание ему. А нам есть кому подражать? И явился Моисей, или Моисей его ревности кратчайшие. Или я, девственник, взят на небо. И тут встречает Иоанна, говорит, девственника. Был ли какой разговор? Не знаем. Но Слово Божие дало намек на это. Мы видим в Коране, в священной книге для мусульман, многое взятое из священного писания. То есть на слух он брал, где слышал, не понял. Он даже написал такое, что сестра Моисея и Мария Магдалина, это родные сестры. Хотя между ними 1600 лет. То есть он не расслышал или не понял. Но о преображении нет ни одного слова. То есть никто и не проповедовал, никто не знал. Для себя теоретически можно сказать, Господи, я так жажду преображения. И может кто-то так подгадал, что ГКЧП, всеизвестное происшествие, вы знаете, здесь был переворот, конец коммунистической партии. Именно в этот день, в 1991 году, на день преображения, страна наша сбросила страшное сатанинское иго. Страшнее которого не было. Никого не спрашивали. Это кто поп расстрелять, а это кто? А это попадя, туда же ее. Сто миллионов голов потрубили. И в день преображения Господь положил конец. Для того, чтобы мы задумались. Да как же, мусульман два миллиарда, и Господь как смотрит? Ох, Бог смотрит и очень внимательно. Он допускает это. Это очень грозная сила. Грозная. Она разрушила Константинополь. Она вплотную, вот все взрывы, где идут, как гексаген под подушкой. Взрывы самолетов, метро, это все от них. И все это наша вина. Вот тогда мы это поймем. Почему тогда преображенное сознание во Христе Иисусе не поставило вопрос? Все ветхозаветнее было образом тенью. А что же было указывано на преображение? А ничего. Мы искусственно сегодня можем сказать, я нуждаюсь, чтобы по-другому мыслить. Чтобы видеть погибающий мир. И не проклятие ему посылать, а найти путь. Господи, коснись их сердцем. Коснись сердца правителя. Наш правитель сегодня находится в другом месте, в Австрии. На какую-то свадьбу поехал. Показывает, как танцует, то другое. А будет ли там о Христе? Сегодня на день преображения люди съезжаются со всего мира на гору Фавор. И что интересно, ставят палатки, молодежь, там что делается? Как вот на Пасху благодатный огонь. И в это время вдруг на ясном небе появляется облако. Это сейчас, сегодня. Именно в это время. Никакого голоса не слышно. Но гремит гром. И туча направляется к горе Фавор. Кто это делает? Почему тот, кто придет позже, будет огонь с неба не сводить? А как узнать, что от Господа? Да никак. Во-первых, и не гора Фавор. Это уже доказано. А какая гора? Ярмон. На горе Ярмон. Да нам разницы никакой нет. Нам нужно преобразиться и выйти сегодня отсюда другими. Господи, дай нам истинный страх Твой божественный. Даже возьмите, сколько много ли нас. Иные вечерние собрания вообще никогда не ходят. Один раз я сходил, два засохло. А потом в воскресенье не пришел. И в воскресенье ни одного дня не хожу. И по причине, что тут кто-то, человек. Храм для Бога. А не за то, чтобы не ходить в человека. Нет. Такого нет в Библии. Кто бы ни был, я прихожу и кланяюсь. Я прихожу и молюсь Богу. А не так. Я того человека презираю. Не принимаю. Поэтому не буду ходить в храм. Не буду ходить на занятия. Да какая же это вера? Да даже там ничего нет. Это самообман. Сегодняшний день преображает, показывает внутреннего человека. А это возможно в духовном рождении свыше. Да дарует Господь правителям нашим, патриархам, епископам, священникам духовное рождение свыше. Исполнение благодати Духа Святого. И чтобы в преображенном духе были проповеди, не преследующие кого-то, а ищущие потерянных. У нас погибшая страна. Иисус Христос пришел к погибшим овцам Израиля. Все поле дохлой овцы лежат. И он к ним пришел. А сегодня пришел он к нам, когда наше поле полно мертвесов. Дети не знают Бога, бегут из дома. Три миллиона беспризорных. Страна разграблена. Вы даже не знаете, что у нас 51 тысяча только прокурора в стране. А прокурор ничего не решает. Он смотрит, правильные законы исполняются. А как исполняется? Слово Божие, ни одного нет прокурора. Сами пишут законы и отменяют. Потерял силу, потерял силу. Вот на нас нападал Роспотребнадзор. Это не два человека. 110 тысяч. И показан оклад. Самый маленький оклад 50 тысяч. Дальше 500 тысяч в месяц. А зачем? Как-то страну соединить. И все из-за того, что Бога не знают. А если бы преобразились в закон, написанный преступником, для правильников не надо. Мне статья об уголовном кодексе об убийстве. Зачем она? За прелюбодеяние изменяет на каждом шагу почти. За аборты наказания нет. Есть страны, в которых мусульманство. Там намерство запрещено аборты. Здесь есть отдельный автономный округ. Республика Чечня. И там есть такой правитель Рамзан Кадыров. Он категорически запретил им, закон провел. Все кончилось. Все страны молчат. Хороший друг президенту страны. Почему не сделать? Каждый день мы стоим 18 тысяч абортов. 18 тысяч мертвецов. В Китае нашелся один такой человек. И он сказал, где делают аборты. Пришла аборта. Я тебе все сделаю. Отдай мне, младенца. Отдай. А который сделал? Он сделал рядом кладбище огромное. А детей берет. Вот у него 5 детей. 10. Наконец, 5 тысяч. Один. Китайец. И дети все зовут его отцом. Он спас их. У нас ни одного этого нет. Мы страна крови убийств. Да преобразит Господь наши души мужчин и женщин и детей. Да познаем Бога истинного. Кроме Него нет иного. Ему слава во веки веков. Аминь.